Почему не цветет чубушник, плохой рост? Родина жасмина, чубушника, восточная и теплая страны. На данный момент растение широко распространено на территории России. Чубушник прост в уходе, поэтому его часто высаживают дома или на улице. Куст обильно цветет и великолепно смотрится на любом участке. Еще одним преимуществом считается приятный запах, который окутывает окружение. Почему не цветет чубушник, должен знать каждый садовод. Чтобы кустарник регулярно цвел, необходимо соблюдать не только правила ухода, но и посадки. Неправильная посадка или пересадка, чтобы понять, почему плохо растет чубушник, необходимо разобраться в условиях посадки. Если жасмин растет в тени, его необходимо пересадить в более солнечное место. Комнатный и садовый куст любят солнечные лучи, но они должны быть не обжигающие. Недостаток света выражается в вытягивании побегов, бутоны при этом перестают формироваться. Многоствольный кустарник может достигать высоты 4 метра. Садовый цветок перестанет цвести, если во время посадки саженец был слишком заглублен. Из-за того, что шейка подпревает, растение перестает нормально развиваться. Значение имеет также качество субстрата. Перед посадкой необходимо хорошо удобрить почву. Грунт для комнатных растений можно покупать в магазинах, где продаются готовые смеси. Чтобы цветение было регулярным, необходимо молодые кусты пересаживать каждый год, а взрослые – один раз в несколько лет. Важно, новый горшок для цветка, растущего в комнатных условиях, должен быть на 3-4 сантиметра больше в диаметре, чем прошлый. Для выращивания в саду лучше всего подходят венечный и мелколистный вид. Ошибки при поливе. Если почва в саду постоянно влажная, не стоит там высаживать жасмин. В некоторых случаях эту ситуацию можно исправить, если позаботиться о хорошем дренаже. Для этого берут гравий, гальку и щебень. Все материалы выкладывают на дно ямки. Недостаток влаги также провоцирует проблемы с цветением. Без воды растение теряет силы, сначала перестает цвести, а потом вовсе погибает. Обратите внимание, зацвести растение не может, если оно выращено из семян. Такие экземпляры дают бутоны лишь спустя 7-8 лет жизни. Недостаток света. Если чубушник не цветет, что делать и как вернуть бутоны, зависит от многих условий. Одной из основных причин считается недостаток освещения. Если жасмин растет на теневой стороне, его необходимо переместить в другое место. Следует помнить, что в таких местах чубушник прекращает давать цветы. Неправильная подкормка. Полив обычной водой необходимо чередовать с подкормками. Нехватка питательных веществ негативно влияет на процесс образования бутонов. После первых трех лет роста необходимо сделать полноценную подпитку удобрениями. Весной, когда начинается период активного роста, цветок подкармливают один раз каждую неделю. Используют специальные удобрения для цветущих видов. Пример препаратов для подкормки. Болезни. Еще одна причина, почему не растет чубушник и не дает цветов, различные заболевания. Чаще всего они встречаются из-за неправильного ухода, поражения грибками и вирусами. Обнаружить наличие болезни несложно, если тщательно осмотреть растения. Зачастую первые симптомы видны сразу же, так как первыми страдают листья и побеги. Вначале появляются желтые пятна, листва скручиваются и высыхают. Рекомендуется провести обработку фунгицидами либо другими противогрибковыми средствами. Важно внимательно осмотреть зоны всего жасмина, так как возможно поражение нижних побегов или корней. Чтобы избежать появления болезни, необходимо придерживаться следующих правил. Обязательно использовать дренаж, чтобы избежать застоя воды. Комнатное растение выращивать в подходящей по размеру емкости. Зимой отправлять цветок на покой. Ежегодно делать обрезку. Следить за поливом. Сбрасывать листья жасмин начинает, если земля слишком влажная или наоборот, сухая. Обеспечить нормальную влажность. Побеги засыхают, когда влажность низкая и земля полностью пересохла. Применять правильную воду. При использовании щелочной воды начинают высыхать веточки. Наличие любой проблемы будет негативно сказываться на цветении жасмина. Отсутствие у чубушника цветов может говорить о недостатке света. А если бутоны потемнели, значит вокруг слишком сухой и теплый воздух. Серая гниль на листьях чубушника. Вредители. Почему чубушник плохо цветет, вопрос, на который сложно ответить, если не изучить уход за растением. Нередко причиной отсутствия цветения выступают различные вредители. Жасмин наиболее подвержен атакам следующих насекомых. Тля. Паутинный клещ. Трипсы. Долгоносик. На первых стадиях избавиться от насекомых можно с помощью народных средств. Если вредители успели сильно размножиться, то используют инсектициидные препараты. Эти вещества не влияют на здоровье жасмина, но хорошо справляются с надоедливыми насекомыми. Специалисты рекомендуют выполнять обработку регулярно, даже если вредителей нет. Это поможет обезопасить цветок от внезапного нашествия. Лучше всего делать это весной и осенью. Чубушники рекомендуют обрабатывать карбофосом. Во время использования важно следовать инструкции. Важно, присутствие тли других насекомых можно обнаружить невооруженным глазом. Растение медленно растет, листья приобретают желтый цвет, а на стволе заметны небольшие насекомые. При появлении трипсов на листовой пластине образуются маленькие точки, которые постепенно превращаются в пятна. На почве под цветком находятся насекомые продолговатой формы, которые передвигаются скачками. При обнаружении паразитов необходимо промыть растение под душем и провести опрыскивание куста и почвы. Чтобы закрепить результат, можно повторить опрыскивание два раза. Растение с признаками тли. Основные меры реанимации и профилактики. Чубушник не цветет, что делать и как вернуть здоровье растению, необходимо знать, чтобы вовремя предотвратить проблемы. Чтобы любое растение радовало бутонами, необходимо обеспечить ему правильный уход, посадку и пересадку. Цветок следует регулярно поливать, удобрять минеральными веществами и разрыхлять почву. Обычные и махровые виды необходимо обрабатывать с учетом следующих правил. Два раза в вегетативный период следует удобрять растения. Чтобы улучшить цветение, необходимо добавлять удобрения на основе калия. Летом делать подкормки из фосфорных соединений. Лучше всего выбирать жидкие удобрения. Садовые жасмины обрезают в июле. Следует удалить загущенные побеги, чтобы молодые могли нормально развиваться. Не забывают и про омолаживание кустарника. Если растению больше 10 лет, ветви необходимо удалить под корень. Такая процедура дает мощное стимулирование цветения и дальнейшего роста. Почву перед зимовкой необходимо мульчировать торфом или хвоей сосны на 3-4 см. Когда жасмин зацветет, необходимо провести профилактическую обработку от вредителей. На какой год зацветает чубушник, зависит от метода размножения, а также от условий ухода. Чем точнее человек придерживается инструкций, тем лучше для цветка. И тем больше шансов, что он украсит сад ароматными соцветиями.